У нас на Центробарбаре восторг, смятение, растерянность, я уже не знаю, чего сказать. Наше новое правительство за наши налоги покупает у нашего Центрального банка наш же Сбербанк. Ну, половинку от Сбербанка. Общественность в восторге, экспертное сообщество в восторге, Дума тоже в восторге. Ох, посмотрите. Это создает финансовую базу для решения важнейших социальных вопросов. Мы создаем возможность для использования средств ФНБ на реальное решение социальных задач. Мы создаем реальную возможность использования этих средств. Иное дело, что этот же человек чуть попозже сказал, что в результате этой сделки не поменяется собственник. Ну, это вроде как мелочь. Стравый смысл подсказывает, что от перемены кармана сумма денег не меняется. Своего перепугу она должна изменяться. Хотя просыпается немало, как вы видите. Ты, зритель, задашь вопрос, что это он проделал давно минувших дней? У нас эпидемия, вирус, люди мрут как мухи. А он про какие-то непонятные сделки. У нас ведь закрыты границы государств. Не летают самолеты, границы не пересекают поезда, не принимают иностранные корабли в портах. Когда такое было? А последний раз такое было, начиная с 22 июня 1941 года. Тогда, когда началась война. Когда началась та война, сразу ввели военное положение. В связи с очень многими обстоятельствами, и в частности, появлением мародеров. Людей, которые под шумок пытались где-нибудь что-нибудь украсть или ограбить. За неделю до начала этой истерии я подал заявление о переносе моего сотового номера с Билайна на другого оператора, который мне показался более порядочным. После этого я заплатил Билайну за предстоящий месяц полный тариф. На следующий день мне позвонила билайновская девушка и стала меня уговаривать остаться в Билайне. Я отказался. Мы не ссорились. И на следующий день Билайн отключил мне связь под предлогом неуплаты. Объявил еще одну сумму. Я эту сумму также внес. Они точно знали, что в этой неразберихе на них не будет управы. Это мародеры. Так вот, передача Сбербанка из одного государственного в карман в другой карман, это тоже мародерство. Потому что на просыпавшихся деньгах кто-то обязательно нагреет руки. Но это мелочь. Не мелочь заключается в том, что Центральный банк Российской Федерации вовсе не подчиняется президенту. Но имущество, которое принадлежит Центральному банку, не может быть использовано правительством Российской Федерации. Правительство может воспользоваться имуществом Центрального банка в том случае, если будет принят соответствующий закон. Так написано в законе о Центральном банке. Но поскольку закон принимать никто не хочет, было принято Соломонову решение продать имущество Центрального банка, то, за которое он никогда в жизни не платил ни одной копейки. Сказано, сделано. Но вот относительно того, каким образом происходит голосование в нашей думе, я хотел бы посмотреться в зеркало и призвать тебя, слушателей, сделать то же самое. Смотреть мы будем на Украину, на ее думу, поскольку они зеркало нас. Они вообще-то это мы. Поэтому слово бывшему депутату нескольких созывов Украинской Рады Олегу Цареву. Сейчас Служба безопасности Украина ищет, кто платит за принятие этого закона. 100, 200, 300 тысяч долларов, 500 тысяч долларов платят депутатам за голос. Когда голосовали, будет премьером Янукович или Юлия Тимошенко, ставки доходили до 8 миллионов за голос. Без комментариев. Мы затронули тему Великой Отечественной и тех чрезвычайных мер, которые начались. Мэр Собянин объявил, что будет ужесточать штрафование водителей, которые нарушили режим самоизоляции. Он вообще кто такой? С какой перепугу он это все делает? То есть вот эти перегибы, с одной стороны мародеры, с другой стороны мэр Собянин, который не забывает укладывать бордюры, но штрафует автолюбителей. Это две стороны одной и той же чрезвычайки. Это две стороны не начавшей войны. Ну давайте об войне. Одной из главных причин устройства Второй мировой войны явилось стремление финансово-промышленных групп получить дополнительные колонии. Не обязательно немецких, в основном англосаксонских. Теперешняя ситуация ровно такая же, как тогда. Финансово-промышленные группы ищут возможность впарить кому угодно гигантские суммы и получить с этих сумм процент. Возможность получения этого процента существенно уменьшилась. И в этом и заключается то, что многие экономисты называют концом капитализма. Им некуда вкладывать свои гигантские деньги и получать с этого дела прибыль. Но закончился земной шар. Все уже в их власти. И как же им, бедолагам, быть? А давайте мы раздробим уже единый мир на осколки. И заплатим тем, кто в этих осколках будет восстанавливать принудительно прерванные хозяйственные связи. А как? А давайте запустим эпидемию. Чуму или холеру запускать рискованно, можно самому попасться. Тем более были прецеденты. Искусственно изобретенная эбола в Африке имела летальность 40 и с лишним процентов. Из 10 заболевших четверо умирали. Рискованно. Значит нужно изобрести более щадящую вакцину. Ну и изобрели. Обратите внимание. В телевизоре есть политики, журналисты, но нет микробиологов. А вот те, которые есть, которых можно послушать в интернете, говорят однозначно одно и то же. Во-первых, в конструкции вируса есть искусственно вставленные фрагменты. Во-вторых, его летальность, то есть способность вызывать смерть у человека, колеблется между 2 и 3 процентами. В отличие от последствий обычного гриппа, летальность которого составляет от 4 до 8 процентов. В прошлом году в России от последствий гриппа умерло около 30 тысяч человек. В Соединенных Штатах от 60 до 80 тысяч человек. Вы сейчас имеете возможность в прямом эфире наблюдать, сколько именно человек умерло в последнюю минуту. Третье. Итальянский вирус существенно отличается от китайского. Четвертое. Масштаб рекламной кампании, которая развернут средствами массовой информации, беспрецедентен. Такой рекламы нет ни у Олимпийских игр, ни у чемпионатов мира, ни по какому-либо другому поводу. И пятое. Вирус недоделан. То есть его потенция состоит в том, чтобы уничтожать до 20 процентов заразившихся. Он уничтожает реально 2-3. То есть, либо у них он вырвался из лабораторной установки, и дальше они его не смогли локализовать. Либо они ошиблись в конструировании самого вируса. В любом случае, что-то у них не связалось. У кого у них? Война кого с кем? Помните Ленинское ранее у Маркса, у капиталиста нет родины? Помните. Сегодня все знают, что Китай мастерская мира. Более 50 процентов всех комплектующих, всех промышленных изделий производится в Китае и в ближайших к ним странах. Самая немецкая автомобильная компания BMW использует только 50 процентов немецких деталей. Все остальные китайские. А все остальные фирмы используют этих деталей больше. Достаточно давно я прочел статью в одном умном журнале относительно вот таких вот CD-плееров, которые тогда производились в Китае. И себестоимость их производства была 3,5 доллара. В Америке эти штуки продавались по 78 долларов. То есть, кто-то присваивал 75 долларов с каждой подобной штучки. Когда президент Трамп объявляет торговую войну Китаю, то он хочет, чтобы те люди, которые присвоили 75 долларов с этого агрегата, произвели продукцию и продали ее китайцам, которые с нее же поимели 3,5 доллара. Еще один факт, но гораздо большего масштаба. Годовой оборот торговли физической нефтью составил приблизительно 1,8 триллионов долларов. А годовой объем торговли бумажной нефтью около 36 триллионов долларов. Деятельность президента Трампа направлена на то, чтобы отнять и 75 долларов, и 36 триллионов долларов у их теперешних владельцев. Как вы думаете, у него это получится? Ну хорошо, а мы-то, русские, где в этой комбинации? Ну, во-первых, я не думаю, что у президента Путина не было достоверных известий о коронавирусе. Поэтому та реакция, которую мы сейчас наблюдаем, полувоенное положение и полудомашний арест, реакция вынужденная. И реакция, направленная на то, чтобы действительно не допустить поражение бактериологическим оружием. Ведь и существуют теоретики этого дела, которые говорят, что бактериологическая война состоит в том, что вы используете последовательно несколько вирусов с разным инкубационным периодом. Когда вы начинаете лечить человека от одного, запускается инкубационный период второго и третьего, которые более длительные. И возникают в процессе лечения симптомы, которые врачи, естественно, не понимают. В этом и состоит поражающий эффект бактериологической войны. Поэтому то полувоенное положение, которое ввели сейчас в России, оно направлено на демонстрацию того, что у нас этот фокус не пройдет. Второе. Как бы мы не рассказывали о наших героических переговорщиках, нам обвалили цены на нефть. На тот ресурс, с которого мы все жили. При этом под нажимом международных организаций у нас в основном ликвидирована промышленность здравоохранения. И нам все это придется восстанавливать. Третье. В последнем отчете Банка России значится, что из территории России выведено 194 миллиарда долларов. Вот эти доллары, начиная с наступившего года, уже невозможно разместить в западных банках под процент. Наше сырье по-прежнему нужно, но наши деньги, которые выводят наши олигархи, уже никому не нужно. Хуже того, то, что они выведут, у них обязательно отнимут. Помните героически повешенного Бориса Абрамовича Березовского? Вот он вывел с территории России никак не менее 10 миллиардов долларов. Когда делили его наследство, у него нашлось только 400 миллионов. Остаток 9 с лишним миллиардов были изъяты под разными благовидными предлогами. То есть нашим олигархам некуда возить деньги. То, что президент Путин говорил о том, что заморитесь пыли глотать, вынимая свои деньги из западных банков, вот оно наступило в этом году. Четвертое. Еще несколько месяцев и Центральный Банк будет подчиняться президенту Путину. Вот эта сцена к осени будет невозможна. Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Мы видим, как... И нам придется строить совсем другое общество на совсем других принципах, о которых пока мы даже не знаем. Когда в 1917 году дедушка Ленин приехал на финляндский вокзал и провозгласил свои апрельские тезисы, он понятия не имел, что он будет делать с Российской империей. В октябре 1917 года они переворотом взяли власть и примерно в это же время Ленин высказал такую мысль. Власть взята, но ее результат будет известен значительно позже. Так оно и вышло. Ленин оказался гением ситуации. Все предначертания Маркса в нашем русском случае точно не работали. И Ленин управлял страной по ситуации. Да, за значительными жертвами. Ресурсом Ленина была его боевая партия. Примерно 20 тысяч сорвиголов на всю Российскую империю. И они победили. Если мы с вами не воссоздадим общество и экономику, основанную на солидарности и взаимопомощи, ничего хорошего нас не ждет уже в ближайшее время. Что? За работу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова